Дорогие зрители, здравствуйте! Приветствую вас вновь в одном из своих жизнеутверждающих видео. Сначала скажу, что меня до глубины души поразило. На самом деле я сейчас нахожусь на парковке, я уже вышла от своего медика, потому что я заболела очень резко, очень неожиданно. Сейчас расскажу почему, поэтому, возможно, речь у меня замедленная, потому что у меня случилась какая-то ужасная бактериальная инфекция в горле. Всё очень просто. Но меня поразили две вещи. Первая вещь, которая меня очень удивила, когда я подъехала сюда к парковке, напротив моего доктора находится, внимание, детская библиотека. На детской библиотеке, точнее рядом с детской библиотекой, нет парковочных свободных мест. А из детской библиотеки выходила семья с двумя детьми. Соответственно, я сделала вывод, я не буду стопроцентно утверждать, но по парковке, которая обычно заполнена, когда библиотека открыта, я просто с Егором ездила на детские спектакли, обычно они проводятся здесь, в библиотеках в Италии. И невозможно припарковаться. И по тому факту, что всё-таки из библиотеки кто-то вышел с детьми, я делаю вывод, что библиотека всё-таки открыта. Это меня удивило до глубины души. Вторая вещь, которая меня удивила, это мой доктор. На самом деле я много раз говорила о бюрократии в Италии с человеческим лицом. И вот подтверждение этому было сегодня. У меня, я не успела обновить себе так называемые медицинские карты, медицинскую страховку. То есть я просто технически не успела это сделать, потому что я заболела. И я приехала к доктору, сказала, вот такая у меня ситуация. Привезла все документы, которые подтверждают, что я всё вовремя сделала, но технически просто не успела, потому что приёмный день в понедельник. И я думала, что пойду по всем бюрократическим вещам, как раз-таки в понедельник, когда дети пойдут в школу. Кстати, занятия в школе отменили снова, ещё на одну неделю отложили, их отменили до 15-го числа. Во всех школах, во всех детских садах дети получают домашние задания на дом. И вторая вещь, которая меня поразила, это мой доктор без маски. Я его спросила, я его спросила, а почему вы без маски? Ведь сейчас такой период, сказала я ему. Он объяснил мне, сказал, что если я вижу человека, у которого признаки простудного заболевания, то, в общем-то, наверное, маску я одену, хотя я понимаю, что, по большому счёту, это бесполезно, сказал он мне. Ну и вообще он мне сказал софту в отче, то есть как будто бы шёпотом, что, в общем-то, конечно же, ситуация, она очень сильно нагнетена. И я, на самом деле, не знаю, где правда. Единственное, что я обратила внимание на то, что у нас в чате очень много, вообще в классе очень много детей, медиков. Вообще у нас город медиков. У нас Пату и Большой госпиталь, так же в Абонатерме Большой госпиталь. Но не один из медиков, из докторов, а у нас есть дети, у кого родители доктора высокой степени, то есть это ведущие, главврачи, получается, каких-то отделений, гинекологического, либо другого отделения. Но тем не менее это главврачи, которые, скажем так, безусловно, обладают информацией с первых рук. Они вообще никак не высказываются в чатах. Из-за чего у меня создаётся впечатление, что им не разрешено каким-то образом комментировать ситуации, которые происходят. Так же, как, возможно, и людям, которые были позитивны, потому что нигде нет информации. Тушь у меня чуть-чуть не смытая, я так выгляжу нездоровой, так ещё и тушь не смылась. Так же, как нигде нет информации, ни на каких инстаграм-страницах, социальных страницах, что да, я позитивна к этому вирусу, но, скажем так, вот мой опыт. Рассказываю. Вообще это видео я хотела записать, уже три минуты разговариваю о насущном. Хотела записать о том, что, в общем-то, вы видите, что я и усмеюсь, и улыбаюсь, достаточно неплохо разговариваю, но вчера, на самом деле, я думала, что я, в общем-то, умираю, потому что мне было очень-очень нехорошо. Вчера с утра я выпустила и чуть-чуть озвучила кусочек влога, где я рассказывала, как я выбираю торт, и там уже я почувствовала лёгкую боль в горле, и, тем не менее, я смогла озвучить, чтобы вы понимали. А потом ситуация очень резко ухудшилась. Прямо-таки за какие-нибудь 2 часа у меня поднялась высокая температура, я почувствовала очень сильную боль в горле. Когда мой муж заходил ко мне в комнату, он сначала несерьёзно воспринял эту ситуацию, он меня спрашивал, «Ты что так морщишься?» «Ты что так морщишься?» А мне было так больно везде, в горле, в моей голове, в моём теле. Моя кожа реагировала на любое дуновение сквозняка, хотя сквозняка не было, и меня очень сильно морозило. Прямо-таки раздражает меня это чёрное пятно. Смывать было тушь хорошо. Да, видимо, я ещё и не умылась хорошо. Так вот, и я себя чувствовала очень плохо, и самое главное, я не могла сидеть. И в этом видео-то я и хочу рассказать о тех способах, которые, возможно, вам, так же, как и мне, помогут поставить себя на ноги достаточно быстро. Первая вещь, на которую очень важно обращать внимание, состоит в том, что неважно, какая у вас инфекция, бактериальная в итоге, как у меня, либо вирусная, вы должны понимать, что всё-таки принять горизонтальное положение желательно, потому что не зря нам хочется присесть, не зря нам хочется прилечь. Это связано с движением лимфосистемы, которая занимается тем, что очищает наш организм от продуктов жизнедеятельности, в том числе вирусов, в том числе бактерий. И, соответственно, очень важно в этот момент эту лимфосистему не раскачивать, что называется, паркуется рядом со мной, не раскачивать, то есть собственным движением. Занять горизонтальное положение для того, чтобы инфекция не разносилась по нашему организму. Вторая вещь, которую я очень хорошо усвоила от педиатра своего первого ребёнка, этот совет мне отдал, он был ещё в Москве, применяя его всегда к своим детям и сама, это очень частый душ, либо ванная. Безусловно, если у вас температура 39, как была у меня вчера, я, кстати, не сбиваю температуру, но я и хорошо переношу высокую температуру. Я думаю, что тоже ни для кого не секрет, что высокая температура. Сейчас очень многие педиатры даже склонны к тому, что сбивать её не надо, если ребёнок, тем более взрослый, хорошо её переносит. А что значит хорошо переносит? То есть нет склонности к судорогам. Так вот, я говорила о том, что нам было рекомендовано педиатрам ещё в Москве душ, либо ванной. Ванной в случае, если ребёнку тяжело стоять, он душ применять не может, ну и взрослому, если он не может стоять, и душ принять не может. Удивительно, люди прям-таки смотрят, что же я тут делаю. Хотя парковка свободная, то есть я не занимаю чьё-то место, на меня никто здесь не смотрит с укором. Потому что кожа выделяет токсины, выделяет... На самом деле кожа – это орган, через который организм очищается. Очень важно всё это убирать с кожи. Вчера я принимала душ пять раз за день. Во-первых, я очень сильно потела, потому что температура то поднималась, то опускалась, то поднималась, то опускалась. Ну и в определённый момент я так вообще не могла согреться, что я просто решила, что я пойду и приму в ванну. Но я поняла, что в ванну я никак не заберусь. А если заберусь, то, возможно, я из неё не выберусь. Поэтому я решила под душем горячим постоять. Поэтому это вот такая вторая рекомендация. Третья рекомендация – это исключить еду. Это тоже я услышала от педиатра, который мне сказал, если ребёнок у вас заболеет... А я была такой мамой, я много тоже рассказывала, что когда я уезжала в Италию, у меня здесь не было ни доктора, у меня, ни у Егора. А платных докторов я не знала, не знала, как к ним обратиться, где их найти. Так вот, она сказала, если ваш ребёнок заболел, не давайте ему есть. Я так удивилась. Я говорю, а как же так? Она говорит, ну, можете дать ему яблочное пюре. С тех пор я всегда держу яблочное пюре. Даже вот Габрюшечка, ему 6 лет, если вдруг он заболеет, я ему, ну, в этом году он даже, по-моему, не болел, в прошлом году давала яблочное пюре. Соответственно, вот что-то такое перетёртое, что организму совершенно не тяжело, вспоминаем себе больную, больничную еду, она не случайно вот такой консистенции. Так же, как и детская еда в детских садах, она очень разваренная, очень мелкодисперсная, мелкопорезанная, мелкокусковая, для того, чтобы организму было нетрудно её переваривать. А детский организм, даже в повседневной жизни, он не готов к той еде, которой готов, допустим, взрослый организм, поэтому в детских садах особенное питание в плане разваренности, в плане того, насколько большие кусочки. Так вот, она мне сказала, дайте ребёнку, пожалуйста, если он хочет есть, попить сок, самый обычный, фруктовый, но если он настаивает на еде, всё-таки дайте ему яблочное пюре. Если у вас нет яблочного пюре из банки, сказала она мне, натрите яблоко, либо грушу на тёрке и дайте ребёнку. С тех пор, а с тех пор прошло уже, Егор, вот будет сейчас 14, а с тех пор прошло уже 13 лет, это правило я неукоснительно соблюдаю. И я сегодня, получается, уже почти 5 часов вечера, и получается я вот в вторые сутки, то есть ровно сутки, и вот до сегодня, до 5 вечера, я ничего не ела и не буду есть. Вот пока у меня не появится чувство голода, я рассказывала по осени, тоже я болела. А, кстати, почему это произошло? Я у доктора спросила, доктор, боже, где я могла подцепить, подцепить, такое ужасное слово, где я могла взять вот эту бактериальную инфекцию. На что доктор мне сказал, а я скоро запишу видео про мясо, вот прям такие, я так долго к нему готовлюсь, я рыбку начала кушать, потому что, ну, я решила, что белок мне нужен, и волосы я не хочу седые иметь, видео про седые волосы, уже какое видео длинное получается, так оно и не вышло. Но я готовилась к нему, потому что я говорю, что у блогера в определенный момент как пазл складывается, все в картинку. И вот я обязательно запишу видео про седые волосы и про рыбу, то, что я знаю, расскажу вам, и что случилось в моей жизни, что я на наблюдала. И также про возврат мяса, белка точнее, в мою жизнь. И вот, в общем-то, я считаю, что возврат белка в мою жизнь вот так со мной такую шутку сыграл. Хотя доктор мог мне сказать, что бактериальные инфекции, суть их в том, что определенные бактерии всегда живут в нашем организме. Но при определенном стечении обстоятельств они вот вызывают, скажем так, они начинают чувствовать себя очень хорошо в нашем организме. Вплоть до того, что он мне сказал, кусок еды, который плохо в миндалину попал, в особенности у людей, склонных к тензилиту, такое бывает, у них миндалины рыхлые, так называемые. Вот он мог спровоцировать закупоривание определенной зоны, и там бактерии начали размножаться. Поэтому, в общем-то, думала я на самом деле вчера, что очень-очень все плохо. Кстати, запаниковала ли я по поводу вот этой ситуации, которую мы имеем, о которой все знают, вообще нельзя произносить, как в этом, в Гарри Поттере, да, Гарри Поттере, сам знаете кто. Как вы думаете, дорогие зрители, я заподозрила у себя, сами знаете что? Нет, у меня не было вообще никакой паники. Более того, я, во-первых, была в состоянии не доехать до Пронтуса-Корсу, то есть до, получается, до отделения скорой помощи. Просто у меня, я бы не села за руль, но я не хотела, чтобы меня вез муж и дети в том числе, потому что детей же не с кем оставить. Соответственно, этот фактор, а также тот, что я могу там встретить огромное количество больных людей. Кстати, такая интересная вещь, сюда в амбулаторию нельзя приезжать, если у тебя высокой температуры. Если у тебя высокой температуры, тебе плохо, ты должен поехать в Пронтуса-Корсу, в отделение скорой помощи. Вчера у меня была высокая температура, но я подумала, что я и так ослаблена и встречу там огромное количество, возможно, и людей положительных, на сами знаете что, что, в общем-то, я не поехала. И паники никакой у меня не было, на самом деле, никакой не было, потому что, ну, как-то я вот не первый раз подобными вещами болею. Третий раз я, кстати, болею так сильно. Но, но это видео все-таки о том, как себя восстановить. Что я также сделала? Я также промыла нос, конечно же, перекисью водорода, ну, точнее, разведенной перекисью водорода с водой, промыла нос себе, детям, конечно же, мужу тоже сказала, если не хочешь так же, как я, лежать через пару дней, иди сюда мыть нос. Прополоскала горло также. И, кстати, мой доктор выписал мне полоскание, полоскание. Я вообще со своими докторами, вот у меня доктор Дебаза и также педиатр. Я с ними, что называется, на одной волне. Они поняли, что я, с одной стороны, не мамочка, которая постоянно паникует и названивает, а с другой стороны, пациент достаточно спокойный. Доктор мне сразу, посмотрев в моё горло, сказал, будьте спокойны, вы у вас не сами знаете, что. Я сказала, я не отношусь к тем людям, кто паникует, я прекрасно подозреваю, что у меня бактериальная инфекция. И он рассмеялся. Так вот, ушла моя мысль. А, так ушла моя мысль. Так вот, я сказала своему доктору, что я промываю горло таким образом. Он так на меня посмотрел удивлённо и сказал, ну что ж, хороший метод. Он, наверное, подумал про себя, что я экономлю. Но, тем не менее, этот метод он одобрил. Он мне выписал сейчас что-то, какую-то памятку с тем, что я могу купить для полоскания горла. Но, тем не менее, он, в общем-то, одобрил полоскание вода плюс перекись водорода. Он не спросил меня пропорции, потому что, насколько я поняла, они достаточно универсальные. Чуть больше, чуть меньше, это не критично. Кстати, нам разослали очень интересную памятку. Я не знаю, её разослали всем, либо её разослали только в чате нашего класса у Егора, потому что, как выяснилось, один учитель, который вышел на пенсию, работает волонтёром очень долгое время в госпитале в Монселичи, где, кстати, госпиталь закрыт на карантин полностью. Так вот, нам прислали очень интересную памятку. Я по поводу этой памятки скажу отдельно, прямо-таки переведу и процитирую, и расскажу, что знаю, что вижу с белого листа, точнее, с листа, с текстом. Но здесь хочу сказать вам о такой интересной вещи. Помните ли вы, дорогие зрители, что когда мы в детстве болели, ну, безусловно, зрители моего возраста, чуть-чуть постарше, те, что помладше, наверное, не помнят, нам доктора всегда назначали обильное, внимание, горячее питьё. Вот это обильное горячее питьё для меня в детстве было каким-то мучением. Я никогда не понимала, зачем питьё должно быть горячим. И самое главное, я до последнего времени, наверное, и не задавалась вопросом, почему не тёплое, а именно горячее. Так вот, в этой памятке, а сами знаете, чём, нам было разъяснено и написано, что определённые вирусы, а точнее, большинство из них, погибает, прямо-таки, в гортани. Они сначала попадают на нос, потом пить в гортань, и вот как раз-таки, если они идут дальше, они и могут вызвать все эти страшные осложнения. Так вот, для того, чтобы они погибли в гортани, необходимо пить горячее питьё. То есть, горячий чай, либо горячий бульон. Потому что, сами знаете, какой он погибает, если я не ошибаюсь, было написано 37 градусов. Я вот на самом деле уточню. Ну, то есть, это температура такого хорошего горячего чая, такого хорошего горячего бульона. Поэтому, в качестве того, чтобы себя обезопасить, было рекомендовано это ежедневно выпивать определённое количество, кто сколько сможет, наверное, определенное горячего напитка. Любой чай, просто горячая вода с лимоном. Просто, а, кстати, горячая вода с лимоном. Помните, из каких практик горячая вода с лимоном считается тоже очень-очень полезной. Поэтому, вот, горячие напитки, они могут просто-напросто, что называется, на корню, когда даже вирус уже прикрепился у нас в гортани, могут позволить нам на корню его там, в общем-то, и загубить. Обязательно, обязательно сниму отдельное видео по этому поводу. Поэтому, в общем-то, мои дорогие зрители, Вот такие способы, еще скажу отдельно, это тот, что я также обработала десна одной каплей, двумя, ну на палец на самом деле капнула, и вот таким образом, как массаж, сделала масло чайного дерева, потому что оно тоже считается антибактериальным, ну и вообще освежает дыхание всячески, я это сделала как раз таки перед тем, как к доктору поехать, чтобы, в общем-то, знала, он будет мне горло смотреть. И единственный способ, на самом деле это очень действенный способ освежить свое дыхание, потому что действительно масло чайного дерева, оно очень долго сохраняет запах, и, в общем-то, учитывая, что масло чайного дерева обладает также антибактериальными свойствами, почему бы нет. Ну что я могу вам сказать, дорогие зрители, я действительно себя неплохо чувствую, потому что, повторюсь, сегодня второй день, прихорошу, сейчас немножко еще свои локоны разложу, могу сказать, что, конечно, вчера мне было очень плохо, вчера я сидеть не могла, вот сидеть не могла на самом деле, а сегодня, в общем-то, чувствую себя достаточно активно, чтобы даже вот такой интересный влог записать. Конечно, могла его записать и завтра, и послезавтра, но мне хотелось, что называется, прямо-таки на месте, потому что я ведь рассказываю о том, как быстро себя восстановить после болезни, мне хотелось, чтобы, в общем-то, сегодня вы на меня и посмотрели. Желаю никому не болеть, но самое главное, конечно же, не паниковать. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока.